Привет, друзья! Специальный туториал для тех, кто хочет успокоиться, порадовать себя чем-то, да и просто наладить свою здоровьюшко. Сегодня мы будем делать дыхательную гимнастику на протяжении 3-5 минут. Я вам основные упражнения дам, а дальше вы уже с ними можете пожить, подействовать различным образом и серьезно почувствовать на себе их эффект. Начнем с первого. Очень легкое упражнение называется Fire of the Dragon, Dragonfire или как-нибудь Драконий огонь. Можете много всяких интерпретаций этого упражнения найти. Это конкретно. Берем наш носик и вот сейчас последи за своими плечиками. Плечики вот так вот ходуном не будут двигаться. Мы вдыхаем и выдыхаем носиком очень быстро и возможно у тебя что-то получится. Дыхание огня, кстати, оно так же называется. Давайте вот так вот сделаем. Продолжение следует... Отлично! Молодцы! Хорошо себя почувствовали, я уверен, это у нас дыхание огня. Соответственно, его мы делаем в течение 1 минуты, 2 минут, 3 минут, 4-5 в зависимости от того, насколько вам необходим эффект. Вообще его хорошо делать 2-5 минуток и нормально. Когда вы первые, наверное, 30 секунд, вы не чувствуете эффект. Ну, дышу и дышу, дышу и дышу. А вот спустя 30 секунд уже ощущается то, что вы сфокусировались и, в принципе, отстранились от этого мира. Ушли в дзен, поймали нирвану и за хвост и все дела. Да, следующее упражнение, которое мы выполним, это чистое сыканье. Как змеечка необходимо выпустить воздух полностью из своего запаса, который у вас здесь есть в животике. То есть вы вдыхаете в себя сейчас, да, а потом выдыхаете. Давайте еще раз. Вдохнули. Вдохнули. В момент выполнения данного упражнения старайтесь сфокусироваться полностью на вашем дыхании, либо же на вот этом вот звуке, который идет. Это делается для того, чтобы отстраниться от всего, что находится вокруг. Вы фокусируетесь просто на вашем дыхании. И либо же вы можете фокусироваться на ощущениях, которые находятся в вашем животике, потому что это одно из самых сохранных, одна из вещей, которая самая сохранная в вашей жизни. Это ваша жизнь. И живот это очень важная вещь, реально в вашей жизни. То есть рука оторвет и нормально. А в живот тут уже навряд ли у вас что-то получится как-либо выжить, поэтому... Ну, это, конечно, утрирует, но вы поняли, в общем. Одно дело, там ногти или там кутикулы вот здесь начали сползать, и ты такой прям до конца еще выживешь, да? А тут уже, ну, как бы... Нет, поэтому сфокусировались на этом, и тогда ваш мозг подсознательно будет больше думать о вашем здоровье, о том, как вы себя подживаете, ментально, духовно и так далее. А дыхание, фокус на дыхании помогает вам сфокусироваться на том, что так, я дышу хорошо, у меня все нормально, все отлично, я благодарен тому, что я дышу, и от этого вам намного лучше. Для чего мы делаем спинку прямую? Для того, чтобы осознанно, так скажем, в голове делаем как... Mind your posture, это называется на английском, когда ты просто фокусируешься на своей осаночке, и тем самым ты не фокусируешься на чем-либо еще. Потому что, когда ты держишь специально, то есть в голове думаешь о том, как держать правильно осанку, то ты не фокусируешься на чем-то еще. Потому что наш мозг, как бы много кто ни говорил, что мы многозадачны и так далее, да, наш мозг частично может быть иногда многозадачным с точки зрения воспринимать, мы можем слушать одновременно, нюхать что-либо одновременно, однако же у нас определенное количество бит информации поступает в голову, и не можем мы все воспринимать. Это, ладно, нудятина пошла. В общем, вы поняли, что когда вы фокусируетесь на вашей осаночке, то все, что происходит в мире, вы отвлекаетесь от этого, и больше думаете оба о вашей осанке. И аналогично, когда вы на дыхании фокусируетесь, то намного лучше. Поэтому, когда делаем упражнение, то на этом фокусируемся. Следующее упражнение – это дыхание как собачка. Необходимо сейчас высунуть язык вот таким вот образом. Ага, отлично, еще раз. Вот здесь все расслабили, смотри, как ощутить, что все расслаблено. Вот тут вот у тебя есть рядом с... Вот тут вот есть болевая точка. Если приоткрыть челюсть, то она откроется. Ага, то есть нужно прощупывать, чтобы вот здесь открылась твоя челюсть, чтобы не было никаких зажимов. Ага, отлично. И после этого высунули язык. То есть открыли челюсть, проверили. Ага, и вот на таком ощущении теперь дышим, как собачка. Проверили. При этом ходуном должно ходить вот здесь. Не вот здесь, не вот здесь, не вот здесь. А вот здесь. Прошу прощения, может отрыгиваться что-либо, да? Или там какие-то звуки происходить. Это нормально. Давайте дальше. Чем я дышу в данный момент? Вы можете обратить внимание, что... Вы можете задуматься, о чем я дышу носом или же ртом больше. Вы дышите как-то одновременно. То есть одновременно проходит. Это означает, что перегородка, которая у вас здесь находится, она находится, не перекрывает носовой ваш проходец, носовой полости. И также все может выходить как из ротика. В плане, если она перекрыта, то тогда в нос ничего не пойдет. Никакой воздух. Никакой воздух. А когда она на середине, то она может и вот сюда пойти, и вот сюда пойти одновременно. Аналогично, как во французском языке, когда вы произносите различные звуки. Если вы играете в дурачков, то багет, багет круассан, да, и всякие такие, ладно, не дурачков, но нормальных чувачков, то у вас в этот момент нёбная занавеска, ваше мягкое нёбо, оно частично только открыто, то есть наполовиночку. Когда мы говорим на русском, то обычно полностью, кроме звуков М, Н, Л, она открыта, она закрыта, то есть у нас все идет через хавальник. А когда мы говорим вот таким вот голосом, то почти все идет вот сюда. Соответственно, мы оставляем на половинку. Хотя можете как угодно делать, самое главное, чтобы у вас животик работал. Следующее упражнение, которое мы можем сделать, это конкретно и будем делать, это звучать наверху, вот как мы, собачка, сейчас делали. Только теперь добавим звука, то есть... Такой звук просто, какой-либо звук. Обусловимся, что это звук А. Наподобие А или как вам угодно, на самом деле, можете А, Э, И, О, У и прочее сделать. Это, в принципе, такое вокальное упражнение и для актеров озвучения тоже подходит. А теперь пойдем повыше в нашем звуковом ряде и поднимемся чуточку выше по ноткам. Это будет... И таким вот образом вы повторяете на протяжении примерно двух минуток. У вас, я уверен, что мозг начнет заполняться некоторым образом кислородом. У вас... Ну, точнее, не мозг, а кровь будет обогащаться кислородом. И в голове тоже, в том числе, приток будет. Возможно, голова начнет кружиться каким-либо образом. Это хороший эффект. Если вы все делали правильно и до этого вы не занимались дыхательными упражнениями от слова практически совсем, то этот эффект, в принципе, возможен. Это означает, что ваш дыхательный аппарат начал работать на ура. Все у вас стало хорошо и также может напрягаться здесь. Здесь напрягаться вот здесь может немного, то есть ближе к лобковой зоне. И также ваш пукан может тоже немного напрягаться. Это нормально, потому что наши мышцы, когда работает дыхание, у нас работает чуть-чуть ключица. Чуть-чуть может работать. Также ребра работают вот здесь вот. Также работает спинка вот здесь вот. Плюс также перночелло работает и плюс рядом с вашими гениталиями тоже там мышцы работают. И мышцы внутренние, которые... Обликс тоже, кор, мышцы кора тоже работают. Да, внутренние мышцы. В общем, выполняйте такие упражнения. Каждое из упражнений по минуту две, три и все у вас будет нормально. Самое главное, чтобы для вас просто эффект был. Этим самым, выполняя данное упражнение, вы освободитесь от различных новостей, которые есть в нашем мире сейчас. В основном сфокусируетесь на вашем здоровье и начнете действовать и предпринимать какие-то дела. Соответственно, вы, когда сфокусируетесь на ваших делах, то вы сможете потом такие... Так, а чем я могу еще заняться? Подумать об этом и начать делать что-то другое вы можете тоже. Например, почитать книжечку, либо же пописать, либо же попеть, либо же потанцевать. Кстати, вот насчет пения вы уже разработали свой аппарат, можете спокойно начинать петь, потому что эти упражнения хороши в том числе и для вокала. Они прокачивают вашу мышцу диафрагмы, которая находится вот здесь. И дает вам возможность петь лучше, петь на опоре и так далее. Желаю успехов, всем бай-бай, обнимаю. Бай!